Кристиана Гоут Рафаэль Ромеро Флор Нуньес Эдуардо Сарано В фильме Незабываемое По мотивам романа Умберто Оливьери Авторы сценария Умберто Оливьери Соня Нобре де Мело, Моноэль Мендоса, Карлос Гонсалес Вега, Марко Тулио Сокорро В фильме также снимались Феликс Лоретто, Эрминия Мартинес, Амалия Перес-Диас, Мария Луиса Ламата Таня Сарабия Хуан Франкес Гильермо Ферран Фредди Галавис Луис Альберто де Моссас Педро Дуран и другие Композитор Франциско Кабрухас Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Как ты, сынок? Господи, кто это? Эй, вы проклятые! А ну, выходите! Выходите! Тогда вам удалось спастись Но на этот раз ничего не получится Выходите, быстро! Оставайтесь в машине Я разберусь с ним Это мое дело Он тебя убьет Не выходи, Симон Не волнуйся, мама В чем дело, Франциско де Пауло? Что ты здесь делаешь? Я же тебя убил! Убил! Я не умер Я всегда был с тобой В твоей душе Каждую секунду твоей жизни В твоих снах В терзаниях совести Убийство брата нелегко забыть Я тебе не брат Думаешь, я не знаю об этом Я тебе не брат Во мне течет чужая кровь Вовсе не такая благородная Ты всегда был любимчиком А я... Я приемыш Но я любил тебя И никогда бы не допустил, чтобы ты нуждался Забудь обо всех страданиях, брат Я прощаю тебя Это бессмысленно, Франциско де Пауло Ты и так наказан Вы с тетей поезжайте, а я позабочусь о нем Береги себя Надеюсь, мы еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Замолчите Ваш поступок непростителен Так обмануть невинную девушку Бог знает, с какими намерениями Мама, постой Никто никого не обманывал Мануэл Энрикето Машь свою комнату А ты не моя комната Там, где живет сеньор Паджини Хоть здесь, хоть на краю света Что за тон, Мэмэла Ты раньше никогда меня не грубила Дай мне сказать, мама Позвольте мне, сеньора Нет, Паджини, милый, позволь Я сама все объясню Ты выслушаешь меня, мама Я просто тебя не узнаю У меня нет слов И очень хорошо, что ты меня не узнаешь Потому что я стала другой Девочка моя Послушай, мама Я стала другой И у меня есть на это право Селси Рафаэль изменился Все в этом доме стали другими А почему я не могу? Но выйти замуж таким образом Посреди ночи, тайком Никогда бы не подумала Что ты способна на такое Ни одна из женщин в нашем роду Не выходила замуж тайком Мама, если бы я сказала тебе Что хочу выйти замуж за Паджини Что бы ты сделала? Мы сейчас не об этом говорим Об этом Ты бы пришла в негодование и сказала Мэмэла, марш в свою комнату И месяц без радиоспектакля И еще Это для твоего же блага, милая Я уже достаточно взрослая Чтобы самой понять Что для меня блага Выйти замуж таким образом Это благо? Да А если и нет, я сама потом разберусь Мама Кому угодно надоест спрашивать На все разрешение Мне тоже надоело, мама Одному богу известно, где ты все это вычитала Я это не вычитала Это мне Симон сказал, когда он был такой противный Называл себя другим именем Да, у нас с ним был как-то спор Симон? Так это он подбил тебя выйти замуж Не совсем так Он сказал Если я не заставлю людей себя уважать Все так и будут относиться ко мне Как к маленькой девочке По-твоему, так можно добиться уважения других? Да, мама Потому что я делаю то Что подсказывает мне сердце Это и есть жизнь И я ни о чем не жалею Тебе лучше привыкнуть к тому Что этот сеньор мой муж Перед богом и людьми Этого никто не сможет изменить Никто Я уж вам своим не верю У тебя еще будет время поверить Сейчас я жду от тебя уважения Я с тобой говорю, мама Я хочу, чтобы ты обняла и поздравила меня Или Или что? Или я уеду со своим мужем, куда глаза глядят И ты никогда больше меня не увидишь Я серьезно Мама Неужели ты не обнимешь меня? Мама Мама Мамела Мама Мама А теперь обними своего зятя Мама Это самый счастливый день в моей жизни Мама То есть Мама Он И Он И Он Он И Он Он Его Он 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 Даже А И Сл Mend Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Мы уходим. Ты справишься одна? Тебе что-нибудь принести? Я еще зайду. Береги себя, сынок. Субтитры создавал DimaTorzok Максимилиано. Мерседес, дорогая моя. Всегда ты. Всегда рядом с тобой. Не говори ничего. Тебе это вредно. Мне это необходимо. Необходимо во весь голос крикнуть, что я жив. Что я дышу. Что я готов ко всему. Ко всему. Я знаю. Но не думай сейчас об этом. Сначала ты должен поправиться. Я совершил много ошибок, Мерседес. Некоторые по глупости. Другие. Другие. Потому что так требовала Врина. Но знаешь... Я ни о чем не жалею. Знаю. Не плачь. Плакать ни о чем. Не могу сдержаться. Прости меня, Мерседес. Прости. За все, что случилось. Тебе так много пришлось страдать. Мерседес, дорогая. Прости меня. Прости за то, что я обидел тебя. Прости. Давай не будем сейчас об этом. Я здесь. Рядом с тобой. Мы будем бороться вместе. Как тогда в начале. Ты помнишь? Да. Я помню. Все помню. Но нам нелегко будет начать сначала. Но это возможно. Я хочу этого. Мы поедем туда, куда ты захочешь. Жизнь подарила тебе еще один шанс. Шанс мне может дать... Только земля, Мерседес. Земля не захотела твоей смерти. Она ждет тебя. Наконец ты осуществишь свою мечту. Мечту твоей юности. Ты всегда это говорил. Мы сделаем это. Вот увидишь. Любовь поможет добиться успеха. Любовь это великая сила. Это будет нелегко, Мерседес. Легких путей не бывает. Этому научил меня ты. Что ж, Мерседес, дорогая моя. Тогда пойдем вслед за этой мечтой. У нас есть руки, Мерседес. И у нас впереди жизнь. У нас есть семья. Наша Родина. Почему ты уезжаешь? Теперь у тебя есть театр. Хванчо, это трудно объяснить. Я совершил много ошибок и теперь должен поразмыслить. Я был беглецом, но от себя не убежишь. Когда-нибудь ты поймешь это. Мы еще когда-нибудь увидимся? Я исчезал много раз. Частенько опаздывал на представление. Но, по-моему, никогда не подводил вас. Ты самый лучший. Самый великий артист. Самый великий мат. Я горжусь тобой. Ну все. Не надо больше слез. Представление продолжается. Я постараюсь заполнить ту пустоту и ту печаль, которую оставляет в ее сердце твой отъезд. Для этого твое сердце должно быть щедрым. Удачи тебе. Сделай ее счастливой. Последний вопрос. Подумай над ним в дороге. Какой жест можно сделать одной рукой? Этот. 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 не провожай меня до поезда. Я не хочу видеть, как ты будешь становиться в окне все меньше и меньше. Когда я вновь увижу тебя? Когда твой сын Симон поймет сердцем все, что произошло. Могу я попросить тебя об одолжении? Конечно. Максимилиану Монтеро уже сполна заплатил за свои грехи. Но не мне судить. Пусть судит Бог. Верни ему землю. У него большая семья, он должен о ней заботиться. Что мне сказать Марии Тересе? Скажи, что я никого не буду любить так, как любил ее. Я уезжаю, потому что хочу сохранить чистым и незапятнанным воспоминания об этой любви, которую я сам погубил. Ну все. Благослови меня. Благослови тебя, Господь, сынок. Ты всегда будешь в моем сердце. Отведите его домой. Пропустите ее. Скорей, Мария и Тереса. Он уехал. Он уехал. Да. Пойдем. Сядем. Почему? Почему он так поступил со мной? Почему уехал? Он считает, что причинил тебе слишком много горя. Но я понимаю, что произошло. Я понимаю, зачем он приехал. Почему не поговорил со мной? Почему не верил в мою любовь, в Консуэлла? Он хотел отомстить за отца. Но понял, месть сеет вокруг новые беды. Какой я была глупой. Как могла позволить обмануть себя? С самого начала я знала, что это он. Мария Тереса, это было необходимо. Мы все думали, что это твой отец убил Оскара и Энрике и пытался убить меня. После всего, что произошло в этом городе, Симон мог вернуться только под именем Оскара. Только так он мог выжить. А мое присутствие сделало его игру достоверной. Ни у кого не должна была вызвать сомнение его новая роль. По-другому было нельзя. А потом, когда он узнал, что убийца не мой отец, почему он уехал? Почему расстался со мной? Он был уверен, что ты ненавидишь его, что никогда не простишь ему страдания, которые он причинил тебе. Страдания? Я страдала, когда считала его погибшим. Мне он мог открыть правду. Он обманул меня. Ему удалось обмануть мои глаза, но не мое сердце. Я чувствовала это каждую секунду. Меня тянуло к нему, несмотря ни на что. Консуэлла, я боюсь потерять его. Возможно, когда-нибудь он вернется. Он никого не будет любить так, как любил тебя, Мария Тереса. Какая я глупая. Зачем я плачу? Я не потеряю его, Консуэлла. Если он вернулся к жизни, я тоже должна вернуться. Что ты собираешься делать? Что делать? Искать свое счастье. Тихо, пожалуйста. Внимание. Граждане, час свободы настал. Давайте почтим память тех, кто погиб, сражаясь за нее. Да здравствует Венесуэлла! Задача тех, кто остался в живых, возродить нашу родину. Сейчас мы переживаем сложное время, но торжества правды всегда нелегко было добиться. Самое главное, покончить с империей зла. империей, где рутина господствовала над разумом. В стране настало время перемен. Мы – самое мощное оружие нашей Родины. Да здравствует Венесуэлла! Да здравствует демократия! С язвой анархии необходимо покончить. Там, где нет справедливости, не может быть свободы. Чтобы быть истинными патриотами и преобразовать нашу страну, мы должны много трудиться. Тех, кто все отдают на благо Родины, кто не жалеет своих сил, настоящие герои. Солдатам свободы платят не деньгами, им платят славой. Теперь наш черед выразить им нашу бесконечную благодарность и уважение. Они погибли ради будущего. И мы должны помнить о них до конца наших дней. Чтобы быть венесуэльцем и любить свою Родину, мало родиться здесь. Вы должны завоевать это право, возвеличивая нашу историю, потому что мы знамя нашей Родины. Мы и есть Родина. Да здравствует Венесуэла! Ахиньи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Посмотри, что я делаю. Как красиво! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 У Синьориты Верхини начинаются роды, доктор, быстрее! Все уже началось, доктор, быстрее! Хуан Висенте, мне больно. Потерпи. Ничему, доктор придará с минуты на минуту. КОНЕЦ Я самая счастливая женщина на свете. Боль, которую я сейчас чувствую, наполняет меня счастьем Ведь я даю жизнь твоему ребенку Я самая счастливая Все закончится благополучно Я очень горжусь тобой Ты такая храбрая Помни Я люблю тебя Люблю больше всего на свете Я тоже буду любить тебя вечно Я благодарю Бога За то, что Он позволил нам дожить до этого дня Видишь, мы сделали это Я буду сильной, Хуан Висента Я дам жизнь твоей дочери Я уверена, это будет девочка Помнишь, я видела это во сне Да, в твоем сне ее звали Верхинией Ты уверен, что это хорошее имя для нашей дочери? Мне всегда казалось, дети сами должны выбирать имена, которые им нравятся Нет-нет, Верхиния самое красивое имя на свете Если родится девочка, ее будут звать Верхиния Исабель Исабель, в честь твоей бабушки? Она была очень доброй, такой же, как ты Такой будет и наша дочь Сейчас, сейчас Сожми мою руку, сожми Куда пропала Долорита? Доктор! Где же доктор? Держись! Держись! Сейчас, Верхиния, сейчас Когда боль усилится, сделай глубокий вдох, миленькая А потом понемногу выдыхай Твоя бабушка будет дышать вместе с тобой Чтобы тебе не было больно Вот так Давай, давай, давай Вот так Душься, душься Помогите мне, ради Бога Сейчас, сейчас Потерпи, милая Потерпи Сейчас придет доктор Да, да, да Вот так, еще, еще Сюда, доктор, сюда Быстрее, доктор Пожалуйста, выйдите все из комнаты Пойдем, папа Хуан Висенте Хуан Висенте Хуан Висенте Я дам жизнь нашей дочери Я буду храброй Только не забывай, что я люблю тебя Пойдем Пойдем Но терпи Потерпи Мне понадобится много горячей воды и чистые полотенца Я все принесу, доктор Скоро все будет позади Ничего, ничего, Верхиния, не волнуйся Согни ноги вот так Все будет хорошо Вот так Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс По заказу телесети ТНТ Режиссер Ирина Смольская Звукорежиссер Александр Зубов Перевод Татьяна Манаенкова Текст читали Ирина Губанова Ирина Маликова Александр Дик Алексей Инжеватов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова